В Одессе от штамма гриппа H1N1 умерло уже 19 человек. Несколько раз ситуация в городе приближалась к эпидемиологическому порогу, но все обходилось. Сейчас ситуация стабилизировалась, но о тенденции на спад речи пока не идет. Какие меры сейчас предпринимаются, чего ждать, как бороться с вирусами в нашем сюжете? На борьбу с болезнью город уже выделил 2 миллиона гривен. На эти средства были закуплены различные препараты и оборудование. Но деньги уже потрачены. Сейчас запасов лекарств в городских медучреждениях хватит на месяц. Купить что-то новое не выйдет. И со средствами проблема, и с законодательством. Если закупать нужно больше, чем на 200 тысяч гривен, необходимо объявлять тендер. Объявили, но не тендер. Попросили помочь фармацевтические компании. Сегодня мы передаем в виде благотворительной помощи партию лекарственных препаратов. А именно это современные инфузионные растворы, то есть порядка двух тысяч флаконов. И респираторные антибактериальные препараты, около трех тысяч флаконов. Общая стоимость данной благотворительной помощи составляет 170 тысяч гривен. Представители департамента здравоохранения также ответили на вопрос журналистов об эффективности масок. Для здоровых людей пользует этого приспособление немного. Однако запас масок в доме все-таки стоит иметь на случай болезни. Как только у вас появляются первые симптомы кашля, насморка, вы должны эту маску одеть уже дома в семье. И ни в коем случае не приходить в поликлинику без маски. Иначе у нас не хватит медицинских работников. Они заболеют, вы их инфицируете. Еще раз повторяю, как только вы почувствовали, что вы заболели, маски должны быть уже дома. И вы их периодично меняете и приходите в наше медицинское учреждение уже в маске. Врачи призывают при малейших симптомах обращаться к ним за помощью. Особенно людям в зоне риска. Беременным, людям с излишним весом, диабетикам, пациентам с кардиологической патологией, получающим медикаменты с содержанием аспирина. И главное, нельзя налегать на иммуностимулирующие препараты, вестись на рекламу. Какова особенность нынешнего вируса? В этом году она характеризуется тромбозами, наоборот. И все это, это бурная реакция иммунной системы, по большому счету, у здорового человека. И не нужно ее подхлестывать какими-либо иммуностимуляторами. Не нужно дразнить гусей. Человеческий организм, иммунная система настолько тонкий механизм, что мы, вот, медведь в посудной лавке. Если мы будем вслепую как-то стимулировать иммунитет. Какова будет ситуация с гриппом в феврале, однозначно сказать пока нельзя. И есть надежда, что все-таки пойдет на спад. Дальнейшие планы действий штаба по противодействию гриппу будут известны после очередного заседания в пятницу. Тогда же будет решен вопрос и о продлении карантина в учебных учреждениях.